Продолжение следует... 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 Что для того, чтобы найти ответ на задаваемый вопрос, детям необходимо создать в своем воображении образ, сравнить и сопоставить его уже с другими образами, которые у него есть. Найти из которой он ищет черту и установить логическую связь между ней и спрашиваемым вопросом. Ко всему этому загадка аккумулирует все внимание на самой яркой, характерной черте вот этого предмета, который он ищет, существа какого-то или явления, порой противопоставляя его другому, имеющему такой же признак. Например, загадка не лает, не кусает, а в дом не пускает. И ребенок начинает думать, как это так, что это может быть, это живое или не живое. Ребенок вынужден в этот момент мыслить творчески, фантазировать и как-то видеть что ли шире, смотреть как-то более глубоко. И именно поэтому дети начинают быть более внимательными и наблюдательными к окружающему миру, стараются какие-то запомнить детали, улавливать какие-то штрихи, которые вот вокруг него. И ребенок становится более сосредоточен на том, что его окружает. Он понимает, что слова бывают многозначными, а предметы и явления имеют разные свойства. И вот, узнавая все больше и больше, дети начинают интересоваться новыми темами, явлениями, понятиями. И одновременно с появившимися знаниями и памятью расширяется словарный запас у ребенка. А значит, у детей начинается активно развиваться речь. А если ко всему этому еще и прибавить раскрашивание отгаданного образа, то это еще и художественно-эстетически обогатит ребенка. А усложнить задание не просто раскрасить отгаданный предмет, а раскрасить его специально заданным правилом. Научит ребенка быть самостоятельным, целеустремленным, внимательным, наблюдательным и держащим контроль над своим поведением. И я вот сегодня хотела вам показать серию книжек, в которых все эти правила соблюдаются. Подождите, я попрошу, когда... Стоп! Я расскажу вам серию книжек, в которой все здесь представлено. Серия книжек называется «Раскрашиваем по цифрам». Вот она представлена у меня. Здесь четыре темы, четыре книжки. Тема в городе, в лесу, в деревне, в лесу, в дороге, в реке. Чем хорошо это пособие? Она будет интересна как и девочкам, так и мальчикам, так как имеет разные направленности. Она довольно яркая и сделана из плотного картона. Она небольшого размера, что можно взять с собой в дорогу или, например, использовать на веранде во время летнего оздоровительного отдыха, когда дети гуляют. И будет чем занять. Ну так вот, вернемся к самой книжке. Ребенку предлагается сначала загадать загадку. И загадка, например, такая. Кто в болоте день за днем ловит мошек языком? Вот как вы думаете? Вам, конечно, подсказку уже наш администратор замечательный бросил. Ну, вот детям задается такой вопрос. Конечно же, это лягушка. Можно, пожалуйста, слайд с лягушкой? Вот, и вот у меня тоже она лягушечка. Обратите внимание, значит, в книжке изображена вот эта лягушка. И ребенку говорят, молодец, ты отгадал. Но смотри, у нас вот такое вот дело. Картинка очень красочная. Но здесь не дорисованы детали. И от тебя важная задача нарисовать, дорисовать эту картинку, чтобы она стала красивой, законченной. И тогда... Но разукрашиваешь-то не просто так, а именно по определенному правилу. Посмотри, внизу нарисованы карандашики. Ты выбираешь... И на картинке есть цифры. Обрати внимание, где какая цифра. И обрати внимание, у какого карандашика тоже какая цифра изображена. И в соответствии цифра и цвет нужно разукрасить. И вот ребенок разукрашивает. Спрашивают, для какого возраста. Да, конечно, в принципе, для совместного это уже будет средняя группа где-то, да, 4-5. Не, можно и пораньше совместно. Но вы сами понимаете, конечно, ребенок... Нужна будет ему помощь. А я больше склонна к тому, что развивать именно самостоятельное раскрашивание. Но с учетом определенных правил под контролем взрослых. И ребенок разукрашивает, да, в соответствии с заданными цветами. А потом вы можете его попросить. А теперь изобрази, кого, эту отгадку, да, для лягушку. Потом также можно продолжить, а как она там квакает, где она сидит. Дальше у вас, получается, развивается речь. Например, есть еще такая загадка. По шоссе вперед бежит, в животе мотор жужжит. Как вы думаете, что это может быть? Это уже из другой серии. Совершенно верно. Машина, автомобиль. Можно следующий слайд. И там же на этой же картиночке изображена еще одна загадка. Четырехколесный дом. Пассажиры едут в нем. И вот одновременно дети разукрашивают как машину, так и автобус. Что-то у нас в слайде не показывается. Это из серии уже получается. В дороге. Вот это вот такая книжечка интересная. Там, вот вы спрашивали, да, загадки эти прописаны в книге. Просто мне кажется, будет интереснее сначала задать, потому что дети, у нас многие уже читают с раннего возраста. И ребенку было бы интересно сначала поразмышлять, все-таки поотгадывать, а не увидеть и сразу же отгадать. Там вот смотрите, вот про самолет здесь написано. В принципе, ребенок может и сам прочитать. В то же время и вы лучше прочитаете, загадаете. Дальше ребенок отгадает эту загадку, да, разукрасит ее положенным, заданным правилам. И потом это изобразит, например. Это было бы замечательно. Здесь же можно вообще придумать, а куда едет автомобиль, а кого везет автобус, а какие улицы проезжает, а что на этих улицах есть. То есть это дальше идет у вас глобальная работа уже по развитию речи. А сколько на картинке ты видишь деревьев, а какие дома высокие, а какие дома низкие и так далее. То же самое есть в деревне. Следующий слайд. Вот хорошая загадочка. В пятнах белые бока, кто дает нам молока. Кто пасется целый день, любит росы и ячмень. И вот изображена лошадка, корова. И то же самое задание. Совершенно верно. У нас опытные слушатели отгадывают хорошо. И казалось бы, да, вот, еще вот давайте, еще про в лесу. Что за рыженький зверек по деревьям прыг да вскок? Угадай, какая птица ночью темная не боится. И вот тут такие. Бевочка, да, совершенно верно. И сова. И вот казалось бы, такие простейшие загадки, а сколько от них пользы в себе, они помогают развивать и мышление, потому что ребенок думает, я уже говорила перед этим. И смекавку, и сообразительность, и наблюдательность, и внимание, и память, любознательность, и речь. Словарный запас – это ваша работа в дальнейшем уже с самой картинкой, да, и терпение, и усидчивость. Это же ведь надо аккуратненько выводить, разрисовывая картинку. И художественный эстетический вкус. И, возможно, рисование вот по таким вот цифрам, он способствует действительно художественному эстетическому вкусу, сочетанию цветов. Возможно, это будет чья-то в будущем профессия. И вот такими простейшими и интересными заданиями можно разнообразить досуг ребенка и не только. Пожалуйста, следующий слайд. Вот сейчас в такой ситуации данные пособия, книжечки можно приобрести со скидкой в 25% в Школе Семи Дновых. Это такой интернет-магазин. И до 30 апреля вы можете обратиться и приобрести замечательное развлечение, развитие для ваших детей. Ну, а я вам желаю здоровья, интересного досуга и до новых встреч. Спасибо за внимание.